Алоха, с вами Алекс Ли, звезда Переполоха, и это третья заключительная серия моего сериала Тайна Загадочного Звонка. Погнали! Девушки выпили чаю, еще немного поболтали и собирались спать. Как вдруг в 2 часа ночи раздался звонок в дверь. А это еще кто? Ты кого-то ждешь? Шепотом спросила Хлоя. Кого я могу ждать в 2 часа ночи? Недовольно ответила Олеся. Это 100% наш дружок пожаловал. Сейчас я открою дверь и на этом игра закончится. Подруги вооружились подручными средствами для самообороны. Олеся схватила скалку, а Хлоя отыскала молоток. Девушки медленно подкрались к двери и по очереди посмотрели в глазок. За дверью никого не было, но звонок продолжал трезвонить. Да уж, ну и находчивый парень нам попался. То мы оказываемся в парке, то звонок сам собой звонит, подметила Олеся. Девушка хотела еще что-то добавить, как неожиданно Хлоя оттолкнула подругу, с размаху распахнула дверь и громко закричала. «Выходи, мы тебя не боимся!» В ответ послышался жалобный виск и шаги убегающего человека. Видимо, парень прятался за дверью, которая ударила его с такой силой, что тот завизжал от боли. Подруги выскочили на улицу, но увидели лишь удаляющийся силуэт. На пороге они заметили коробку и решили сразу же ее открыть. Внутри находились фотографии Хлои и Олеси, красная розочка и кусочки бумаги, на которых было что-то написано. «Да что же ему от нас нужно? Что это за бумажки?» Истерически кричала Хлоя. «Подожди, успокойся. Давай сложим порванные кусочки и посмотрим, что получится». Девушки принялись за работу. Как только закончили, не поверили своим глазам. «Это же билеты в Нью-Йорк. Именно там будет проходить важнейшее выступление в нашей танцевальной карьере». Тихо пробормотала Олеся. «Вот-вот, все сходится. Нью-Йорк, Куанты, Победа. Это точно он. Это Никон. Он хочет от нас избавиться, потому что мы сильнейшие танцоры в группе. Если нас не будет, то у него появится шанс на участие в выступлении». «Какой? Какой же он?» «Смотри!» Остановила Олеся Хлою. «Здесь еще что-то написано мелкими буквами. Эммм, завтра отправляйтесь в дом Хлои. Там вас ждет большой сюрприз». «Интересно, что же это за сюрприз такой большой? Надеюсь, что после него мы останемся живы». Добавила Олеся. «А я просто хочу, чтобы это все побыстрее закончилось». «Слушай, после такого точно не засну. Тем более уже 4 утра, и нет смысла ложиться. Может, фильм посмотрим?» Предложила Хлоя. «О, давай!» Согласилась подруга. Девушки до 8 утра смотрели фильмы. Это помогло им немного расслабиться и настроиться на предстоящий сюрприз. Конечно, они переживали, но в целом старались держаться уверенно. Хлоя взяла Алису на руки и подруги отправились к назначенному месту. Всю дорогу девушки молчали. Чувствовалось напряжение и волнение. И вот они у дома Хлои. Девушка достала ключ, не спеша открыла дверь и от шока чуть не потеряла сознание. Весь дом был украшен шариками, цветами, а посреди комнаты стояла огромная толпа из родственников, друзей и начальства девушек. Все радовались, кричали, поздравляли. Наконец, Хлоя и Алиса немного пришли в себя и спросили, что же это все значит. Главный директор объяснил девушкам, что записки, пуанты и так далее – это розыгрыш. «Таким образом, мы решили вам сообщить, что именно вы будете выступать в Нью-Йорке». С радостью произнес мужчина. Хлою и Алису еще долго поздравляли. Все веселились, танцевали. Этот день девушки запомнили надолго. Через месяц они уехали в Нью-Йорк. Там также не обошлось без приключений. Но это уже совсем другая история. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»